Всем большой привет! С вами Аля и вы на канале Аля Лайф. В сегодняшнем видео я хочу рассказать, как началась моя беременность. Это моя первая беременность, мне 17 лет. И завтра, по идее, у меня должно быть уже 40 недель, то есть день моего ПДР. Ну, примерно дата родов, когда я, по идее, должна родить. Но я почему-то не чувствую то, что у меня начнутся в скором времени роды, и я рожу. Но я обязательно для вас засниму влог, как проходят мои роды. Что ж, начнем с того, как я узнала вообще о беременности. Я сначала, у меня даже не было никакой задержки. Мне приснился сон, как будто я стою перед зеркалом, и у меня живот большой. Неделя, наверное, вот как раз сороковая, потому что я себя сравниваю со сном. Именно так и есть. И потом кадр резко сменяется. Я также стою у зеркала, но только уже не беременная, а держу в руках маленького ребенка новорожденного. И потом опять кадр сменяется, и я держу на руках маленькую девочку, лет, наверное, двух. И целую ее в щеку и говорю, что, ой, моя доченька. Когда я проснулась, думаю, блин, что за бред мне приснился? Это вообще какой-то странный сон рассказала там маме, парню, думаю. Ну, прикольный сон, что есть, то есть. Вот, потом я почему-то еще вот пару дней до задержки начала ощущать в себе какие-то странные вещи. Я набрала веси, то есть я весила 51 килограмм, и всего за пару недель я набрала килограмм, наверное, 6 или 5. Вот, ну, примерно столько. Я удивилась, и почему-то первая мысль у меня была, это типа, о, может быть, я беременна. В итоге у меня задержка. Пока что один день была, и я думаю, ну, один день, господи, бывает. И думаю, тогда, окей, будет 4 дня задержки, я сделаю тест. И что вы думаете, 4 дня задержки мне в эту ночь, когда я уже думала о тесте, то есть я его уже купила, и думаю, ну, все, сейчас утром проснусь, сделаю тест. И в эту же ночь мне приснился опять же таки сон, как будто, ну, то есть я и опять у меня как бы дочка, вот, и опять я беременна. И я уже, когда проснулась, я подумала, ну, типа, такой сон приснился мне нормально, это нормально, потому что я об этом думала, и все в этом роде. Ну, что ж, я иду делать тест, и там было написано в инструкции, что там, типа, две полоски, это беременность, то одна полоска, это не беременна, либо одна полоска, там, короче, не буду вас нагружать этим, в общем, две полоски беременны, не две полоски, это не беременна. Вот, я смотрю так на него, проявляется первая полоска, я думаю, ну, все, не беременна, одна полоска. И потом, после этой мысли, проявляется вторая полоска, я такая, типа, не поняла, а вдруг это неправда? Ну, у меня на самом деле было очень много эмоций, я просто такая сижу, у меня сердце колотится, я думаю, серьезно, что ли? Вообще, я и рада, и мне как бы страшно, как будто бы, и тут же у меня возникает мысль, А вдруг это не маточная беременность? Ну, типа, я читала про эту фигню, все, и такое часто бывает. Естественно, я немного испугалась и думаю, что же мне делать? Потом у меня промелькнула мысль, то, что это, этот тест оказался якобы, ну, ложным, и он ложноположительный. Первым делом о моей беременности узнала моя подруга Алена. Тогда у нас, получается, было дистанционное обучение, вот, и я пришла к ней в гости, потому что у меня не было программы на компьютере, и мы с ее компьютером ходили на связь с учителем. Я прихожу к ней в гости, радостно, показываю тест, говорю, ну, все, я беременна. Она для меня рада, конечно же, сразу начинает думать имя, все. Мы сначала думали то, что назовем мою дочь Алиса, ну, не знаю почему, мне сначала это имя понравилось. Ну, тогда же я как бы не знала, будет сын или дочка. После того, как я рассказала об этом своей подруге, я отправила фотографию теста своего парню. Вот, это он второй, получается, узнал, ну, он сначала подумал, что это шутка, но в итоге я его убедила, что это не шутка, и я думаю, вот что же мне делать, мне нужно как-то сказать родителям об этом. А вот как я подойду и скажу, мам, я беременна, или, типа, мам, смотри, или как. Я просто, я не знаю, у меня сердце колоется, я боюсь, как мама на это отреагирует, вот. И чтобы, я думала то, что мама отреагирует на это как бы так резко-резко, то есть, не то, что она меня станет там как-то ругать, упрекать, нет, вообще нет, я об этом не думала. Я просто думала, что она испугается, и ей может как-то стать плохо, или что-то, если я ей об этом скажу. Вот, поэтому я решила вообще изначально, думаю, я, наверное, сдам тест, ну, то есть, тест на ХГЧ, это я прихожу в клинику специально, плачу денежку, мне берут кровь, и потом на следующий день результаты. Я пришла в меддиагностику, мне взяли кровь на ХГЧ, но сказали то, что мне сделают поблажку, ну, потому что мне 17, ну, на тот момент мне было 16. Сказали, что... Соседи буянят? Сказали, короче, что результаты придут вечером, я думаю, ну, слава богу, хоть какая-то радостная новость за сегодня, именно вот в плане подтверждения моей беременности. Потом я думаю, ну, все-таки же нужно как-то маме сказать, а вдруг этот тест все-таки ложный, и я не хотела ждать до вечера, чтобы ждать вот этот вот тест на ХГЧ. Поэтому я пошла в аптеку, накупила много тестов на беременность, и просто пришла домой и сделала их все одновременно. Они все оказались положительными, я думаю, ну, все, это уже точно беременность. Но вот, получается, я на ХГЧ сдала, там будет видно только примерно, какой у меня срок. И тут я подумала то, что я сейчас приеду на работу к папе, скажу папе, потому что я знала то, что папа, он отреагирует нейтрально. Я ему рассказала, ну, он такой понял, я ему сразу говорю, пап, у меня новость. И он такой, типа, что беременна, да, я такая, ну да, ну да. Ну, короче, вот так вот произошло, и я ему говорю, только, пожалуйста, ты можешь сам маме сказать? Он звонит маме, говорит, так что вот, приедь ко мне, пожалуйста, после работы на работу. Разговор есть важный. Я такая, типа, нифига себе, резко-резко. Мне мама перезванивает, говорит, это что такое, почему мне папа такое говорит, что ты там уже натворила. И вообще, ай-яй-яй, вот. И получается, мама в итоге приезжает ему на работу, я тоже у папы на работе в этот момент. И просто сидит вот мама, сидит папа, сижу я посередине, и папа такой говорит, ну, показывай, что там у тебя. Я просто беру вот эти вот, я взяла три теста с собой, я просто беру так три теста, даю маме. И мама такая, это что? Ну, короче, мама просто сначала не поняла, типа, что происходит. Ну, и папа такой говорит, типа, ну, вот она беременна, как бы. Я такая, да, мама, я беременна. Ну, мама посидела такая, пораздумала. Я, если честно, думала, что реакция будет чуть-чуть поэмоциональней, но мама такая сидит. И что делать будем? Ну, короче, они сидели, даже прикалывались то, что там мой папа там дедушка, мама бабушка. И в итоге они сложились на том, что они мне будут все-таки помогать. И, как мои любящие родители, я им очень благодарна, что они мне помогли. В основном, конечно, мама мне очень помогла. Без нее бы я, наверное, вообще не справилась, потому что я ничего о детях не знаю. Это только вот эти вот интернеты какие-то, еще что-то. Ну, там, сами знаете, нормального ничего не будет. Ну, разве что что-то такое нейтральное. По поводу предвестников моей беременности, то есть каких-то симптомов. Из них у меня только был набор веса и получается только задержка вот в 4 дня. Ну, 4 дня я имею в виду 4 дня, но я узнала о беременности. Кстати, это было 9 марта, когда я узнала. И я думаю, что это подарок на 8 марта. Да, вот так вот меня мой парень порадовал. А так вот сколько я набрала в весе, это я на начало беременности. То есть вот прям, ну, я посчитала, как только я забеременела, я весила 51 килограмм. При росте 174. И получается я сейчас, ну, у меня тоже 174 рост. У меня сейчас, можно сказать, 40 недель. И я сейчас вешу 73 килограмма. Столько я набрала. Да. Ну, я не считаю, что это много, потому что у меня, в принципе, был недовес. 51 килограмм при росте 174 и в возрасте 16 лет. Ну, это такое себе. Ловен должен, девочка, весить в этот период где-то 60-65 килограмм. Я весила 51, поэтому я считаю, что я не так уж и много набрала. Что ж, я думаю, что видео подошло к концу. Ну, надеюсь, вам очень понравился мой сегодняшний такой влог. Если это можно так назвать. Вот. Поэтому подписывайся на мой канал, ставь лайки. И, конечно же, смотри мои другие видео, потому что они такие же интересные. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok